В Даугавпилс прибыла народная книга, посвященная столетию Латвии. Своё почётное путешествие по стране она начала в прошлом году. Это рассказы людей о Латвии и пожелания ей. До этого книга путешествовала по Даугавпилскому краю. Мэр города Рихард Эйгем, получив эту ценную рукопись, оставил в ней запись, в которой выразил гордость за город, жителей, которые живут с верой в завтрашние страны. 22 марта в Латвийском культурном центре во время концерта хоров Даугавпилса исполнением латышской народной песни была ознаменована встреча народной книги в нашем городе. Сегодня очень важный день в культурной жизни нашего города. По всей Латвии путешествует книга, в которую вписывают свои заметки самые выдающиеся люди Латвии. В Латвии живут люди разных национальностей, жизнь которых переплелась судьбой страны, которые родились и выросли вместе с ней и позже, которые сохранили любовь, верность и веру в свою родину. Их записи в этой по-своему уникальной книге как нить, которая вьется через все края Латвии и привела ее к нам. Делая запись народной книги, дирижер Евгений Устинсков отметил, что одной из духовных ценностей латышского народа является хоровая музыка, которая объединяет все поколения. Эта музыка создала чудо культуры Латвии, праздник и песни танца. Мы, наши хоровые коллективы, очень горды, что есть такая честь, также принять участие в таком мероприятии и также записать свое имя в эту почетную книгу. Эта ценная книга в Дауглопилсе пробудет до середины мая. Каждый сможет записать в нее свой рассказ и пожелания Латвии. С 16 марта до 20 апреля народная книга будет в Дауглопилском короведческом музее. С 21 до 27 апреля в Латвийской центральной библиотеке. Общественные организации и все заинтересованные, которые хотят сделать запись народной книги, могут записаться, отправив свою заявку в информационное бюро Дауглопилской городской думы по адресу info.daugopils.lv. Сюжет подготовлен отделом общественных отношений и маркетинга Дауглопилской городской думы. Продолжение следует...